Всем привет, с вами Тед, и у меня для вас шикарные новости. Наконец появилась хоть какая-то надежда на новую качественную стратегию в реальном времени, на новую РТС, которая сможет заменить нам любимый StarCraft 2 или любые другие, более старые стратегии. Потому что после StarCraft Warcraft Age of Empires или Supreme Commander выходило очень мало стратегий, которые были достойны широкого внимания. Но сегодня будет что-то особенное, ребята. Достаточно новая студия Sunfire Games выпускает в ближайшем будущем новую игру. Игра называется Immortal Gates of Fire. В описании вы можете найти ссылки на Kickstarter этой игры, на Wikipedia, на ссылки на YouTube, официальных разработчиков, на Discord. В общем, все ссылки, которые могут вам пригодиться, чтобы познать эту игру самостоятельно получше, все есть. На данный момент игра находится в пре-альфа-тесте. Запомните, пре-альфа-тест. То есть, все, что вы видите на экране, это лишь такая демо-демо, уже игровая, но при этом на релизе все будет намного круче. И сейчас я вам расскажу основные принципы этой игры, чтобы вы понимали, о чем она, в принципе, будет. И мы порассуждаем о плюсах-минусах этой игры и сделаем такой вот обзор. Immortal Gates of Fire. Но сначала скажу, что оптимизация каким-то балансом и особенно эргономикой игры занимается человек с ником Jack Attack. Это тот, кто придумал первую версию от механики GML, которую вы могли видеть. У меня на канале именно программа по тренировке механики своей игровой, чтобы улучшить именно контроль игры. И также он создатель такой вещи, как The Core. Это система управления в StarCraft, которую он перенес полностью на правую часть клавиатуры с энтерами, максимально оптимизируя все нажатия, все клавиши, чтобы это было удобно и эргономично. И очень много ребят это сейчас уже используют. То есть, такие игроки, как TLO, как Showtime, они все начали пробовать играть именно этой настройкой. И они очень довольны тем, как можно ей пользоваться. Поэтому подход к эргономике, к тому, как будет удобно управлять этой игрой, очень шикарен. И мне это им симпатизирует. В этой игре будет 6 фракций, как минимум те, которые известны сейчас. Возможно, больше. И во фракциях будет разделение на несколько героев. Но герои будут не такие, как, к примеру, в Warcraft'е. А герои будут иметь возможность использовать какие-то свои способности во время битвы. То есть, они будут, возможно, менять каких-то юнитов. К примеру, вот этот вот именно герой, который мы сейчас видим, он будет иметь возможность менять основные типы юнитов там из первого тира строений. Он будет их заменять. И это прикольно, потому что каждая, как бы, ваша фракция, ваша раса будет иметь различные варианты игры, исходя из того, какого вы еще чемпиона себе вот выберете для управления этой фракцией. И как я вам говорил, что у разработчиков были две дилеммы. Это было либо сделать РТС с героями, либо РТС с мультитаском. Реально, у нас всегда есть два пути. Мы не можем делать, например, Warcraft 3 с мультитаском. По одной простой причине. Герои настолько сильные, что если вы строите огромное количество армии, это будет бесполезно, потому что, в конце концов, герои за три спела все равно уничтожают любую армию. Поэтому от героев ребята сразу отказались, как именно от какого-то hero-юнита. То есть не будет юнитов, которые способны уничтожать полуармии. И игра будет больше заточена именно на мультитаск. То есть на сражения в разных точках, на захват территории. Вот, собственно, как сейчас выглядит StarCraft, который выходит в макро. И за основную именно механику игры ребята взяли разведку. То есть это будет игра с ограниченной информацией. И нам нужно будет разведывать, чтобы принимать решения. Это очень круто. Это реально правильный подход к геймдизайну. И они взяли и проштрудировали все игры, которые вы можете только себе представить. Все стратегические игры, все тайтлы, которые вы можете написать в комментарии. Они всех их, например, прошли, посмотрели, решили, что там хорошо, что плохо. И, основываясь на этом, создавали геймдизайн своей игры. По предварительным именно видео выглядит очень круто. И самое главное, они сосредотачивались на том, чтобы было весело. Чтобы это было современно. Они упростили макромеханики. Здесь тоже нужно будет строить рабочих. Здесь нужно будет добывать ресурсы. Но к этому мы перейдем чуть попозже. Но самое главное, они решили, что реальное веселье и интерес от игры приходит только, если вы берете и принимаете решения. В этом и суть игр. В том, что мы должны принимать решения. И вот на таком обычном, простом, так сказать, треугольнике стратегическом все строится. Мы разведываем и принимаем решения. Атаковать, экспендить. То есть ставить новые базы, либо увеличивать их экономику. Об этом тоже скоро расскажу. Тут есть два способа экспанда. Либо защищаться. И на этом строится весь баланс игры. То есть, к примеру, если мы разведали в начале игры, что соперник у нас делает экспанд. То мы должны этот экспанд прийти и помешать сопернику строить. И игрок, который атакует, он будет иметь преимущество перед игроком, который делает экспанд. То есть, он сможет прийти и его отменить. Но при этом все балансится так, чтобы это не было, так сказать, моментальной победой. То есть, здесь сразу же они, ребята, сказали, что стратегии типа зафатонить, они будут полностью сразу избегать. Это должна будет быть именно стратегия. Мы должны будем принимать какие-то решения. И не будет такого, что одно решение сразу же будет означать конец. То есть, если мы защищаемся, мы имеем преимущество перед тем, кто нас атакует. Но если мы будем видеть, что соперник защищается, то в этот момент мы можем взять и принять решение проэкспандить. То есть, поставить новые базы, либо усилить предыдущие. И таким образом мы будем очень здорово выходить вперед. То есть, игра завязана на этих решениях. Это очень прикольно. Начинается все с того, что, вот как вы видите, эта раса похожа на расу протсов. Пока что она, по-моему, единственная играбельная в пре-альфе, если я не ошибаюсь. Но это неважно. В общем, все делается очень просто. У вас есть ваш этот чемпион. Вы нажимаете кнопочку C. Вы нажимаете одну из кнопок, что вы хотите построить. И стройте. Игра сама выберет нужного рабочего, оптимального для этой цели. Он пойдет, сделает работу, то есть, поставит здание и вернется на ресурсы. Второй ресурс это этер. Что-то аналог газа. То есть, первый ресурс это алой собирается. Второй ресурс это этер. Он нужен нам для технологического дерева. То есть, любые технологические здания добываются именно там. Видите, все весьма тут очень просто, понятно, лаконично. Макро упрощено, но при этом все равно рабочих строить надо. Рабочих нужно строить руками. То есть, никаких авторабочих не будет. Но все намного проще. Как вы видите, нету 20 рабочих. Здесь буквально 6 рабочих на базе добывают. Вот. И вот тут вот демонстрация первого здания. Legion Hall. Это здание Tier 1. То есть, здесь будет четкое подразделение на Tier юнитов. Здесь из него выходить будет 3-4 типа юнитов. И вот это здание, оно диктует то, сколько вы можете производить всего армии. Вот это вот классное дизайн решение, мне кажется. То есть, мы можем прийти, разведать, что у соперника одно здание, которое способно делать юнитов. И мы сразу же понимаем, что у него будет кап. То есть, его лимит будет по боевым юнитам, вот как мы видим на картинке, 32. То есть, все, больше 32 он не может построить по лимиту. То есть, там юниты какие-то будут больше лимита, стоить меньше. Но одно такое здание дает 32 лимита. И всего таких зданий можно строить 10. То есть, таких либо других, которые повышают ваш боевой лимит. Соответственно, все очень просто. Одно здание стоит. Мы знаем, что у соперника армии больше не будет. Вот и все. Очень-очень классный простой концепт, который, опять же, дает возможность нам разведывать, принимать решения. Как только мы в лимит встряли, нужно строить дополнительные здания. Все очень-очень прикольно, просто и понятно. И что самое классное, у вас сразу же, как вы видите, на кнопочку Z будет доступ ко всем вашим постройкам. И вы можете, нажав просто на кнопочку Z, уже строить любого юнита из любого здания. Вам не надо создавать контрольные группы на то, чтобы строить каких-то юнитов. У вас все сразу под рукой. И, как я говорю, за счет того, что юнитов немного, это все можно делать эргономично. Как мы видим здесь, что есть основные там, например, где-то 5-6 юнитов будет. И есть еще юниты на пробел какие-то дополнительные. То есть, потом еще к ним. И за счет этого количество юнитов, может быть, будет меньше, чем в Старкрафте, общее в конце игры, что мы увидим уже в релизной версии. Но, 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 это нам дает возможность, опять же, контрить юнитов. То есть, когда юнитов очень много, мы не можем принимать классное решение в плане, кем кого лучше законтрить. Здесь будут, скорее всего, ясные и понятные контр-юниты, исходя из тира юнита и исходя из какого-то его класса. То есть, там, например, легкий, ну, там, дальний юнит будет контрить магов. Маги будут контрить ближних, ближние, дальних. Ну, и так далее, что-то такое. И мы можем принимать уже какие-то решения, исходя из этого тоже. И сражаться именно за карту в разных точках. Очень-очень круто. Вот, также кнопочка типа D, например, будет выбирать всю вашу армию. То есть, она сразу же вбита в игру. Вот вы видите некоторые основные типы юнитов. По ним мы сейчас тоже пробежимся. Есть видео, которое демонстрирует, какие у них там есть способности, что они могут делать. И есть третий тип ресурсов. Пайр. Пайр — это ресурс, который будет у нейтральных мобов. То есть, вы можете пойти и сражаться вот с нейтральными мобами. Ну, в Варкрафте это делается для чего? Чтобы вы могли, к примеру, взять опыт и усилить вашего героя. Здесь героя нету. Что же мы делаем? Здесь этот ресурс используется для способностей вашего вот этого чемпиона, которого нету на поле боя. То есть, способности, вот как вы видите, разные. Есть атакующие, защитные. Они вот так вот ставятся какие-то тотемы на поле боя. И с помощью этих способностей вы можете переломить исход битвы. Достаточно прикольная механика. Все просто, опять же, используется. Все классно выглядит. Либо за этот ресурс ставятся башни, если я не ошибаюсь. Защитные башни, которые в очень определенных местах. То есть, вы не можете насобирать этот ресурс и пойти за фотонец соперника. Изначально на карте есть места, где вы можете ставить башни. И, исходя из этого, можно как раз диктовать именно баланс карты, игру. То есть, очень-очень забавно. И очень будет достаточно проще балансить игру мапмейкерам, которые создают карты. И получается, что не будет вот этой всякой ерунды, что какие-то чистые стратегии жесткие будут появляться. Итак, смотрите. Показываем. Дервиш. Монастик-баллиста. Вот такой вот персонаж, концепт-арты. Это один из юнитов из, собственно, Тир-1 здания. Будем называть его гейтом. Потому что они похожи на протцев. Ну ладно, Тир-1 здания, в общем. И вот такой вот юнит. Он издалека может стрелять. И у него есть способность... Вот вы видите Тех-3, кстати, я пока нигде не видел на официальных сайтах. И Тех-3 пока нету. То есть, технологического дерева. Пока что оно не додумано. И все игры в Альфе играются без технологического дерева. Поэтому многие могут со старта выходить в Т-2, например. Строение, но технологическое дерево забалансится потом под игру. И будет прикольно. То есть, нельзя будет сразу выходить в Т-3 с первой минуты и все. Вот так вот выглядят вот эти войска. Они могут, как вы видите, блинкаться. Здесь это называется проходочка по ветру. Или как-то так. Там винт-волк. Винт-джамп. И она использует щиты. То есть, такой ресурс, как щиты. При этом, если мы прыгаем вот в это усиленное поле. Поле используется нашим чемпионом. Они восстанавливают щиты. То есть, мы можем его, как бы, если во время боя мы используем, мы теряем щиты вот этим блинком. То, если мы во время боя на эту штуку прыгаем, мы, наоборот, регеним щиты. Получается очень прикольно. Получается, можно принимать решение, усиливать. Очень классное решение. К примеру, другой юнит Сипари. Он использует... Он единственный юнит Т-1, который будет использовать только минерал. Именно эфир там, или как-то он так называется. Как своё, именно, цену. То есть, он не стоит вот этого газа. Он использует только первый базовый ресурс. И у него прикольно. Он не просто милишный юнит. Он мили плюс юнит. То есть, он может сам через своих соседних юнитов пробивать, как вы видите. То есть, он вроде бы должен подходить. Но при этом, те, которые чуть-чуть не дошли до соперника, могут сражаться издалека. Как вы видите. И в этой супер, получается, зоне усиления они будут иметь дополнительные щиты и дополнительную скорость бега. Ну, аналог зилков, вы понимаете. Да? То есть, вот такая вот история. И вот третий юнит — это маги. Маги. Это вот Т-1 юниты расы Кьюрат. Да? Кьюрас. Как-то так оно называется. Очень прикольно. Классные концепт-арты. Вообще, вот 10 баллов. И, как вы видите, вот маги. Они вроде как и саппорт юниты, но при этом они имеют возможность посражаться. Ну, вот. Видим, что у них есть возможность. Можно ими, получается, саппортить наше основное войско. И вот мы видим, что маги могут превращаться в это как раз-таки поле усиления. То есть, есть какой-то и микроконтроль в игре, но очень-очень забавно. Вот очень напоминает Войну Блинк Сталкеров. Классная раса. Я думаю, что это будет моя любимая раса в этой игре. И давайте, наверное, покажу вам небольшой геймплей футерч. То есть, врубаем, наверное, на сразу ускорение. Вот. Как видите, игра начинается. Сразу же ставится газ. Сразу же, ну, эфир, да? Будем правильно называть. Эфир. Сразу же идет какая-то постройка. И, опять же, здесь без технологического дерева идет игра. И вы можете увидеть сразу же в начале игры команда Огонь идет и ставит прокси, да? Ну, видно, что вот парень идет и ставит прокси здание. Смотрите, как оно получается. Оно, в конце концов, достроится. Вот. Можно, опять же, вручную выбрать рабочего. То есть, мы видим, какие-то игроки здесь вручную выбирают рабочих, наверное. А может и нет. Ну, потому что не все рабочие возвращаются, да? Мой сразу же после этого. Ну, как мы знаем, что можно просто взять, поставить здание. Рабочий сам выберется, пойдет его поставит. То есть, вот это вот решение, что можно нажать кнопку и просто сказать, я хочу поставить это здание тут. Это вот решение на 10 баллов. Потому что игроки, которые не хотят, там, совершенствовать свой скилл, все остальное, они смогут просто банально взять и сказать, вот я хочу здание здесь построить. У них рабочий пойдет и построит. А вот игроки-супер-про-геймеры, они смогут взять и сказать, мне нужно, чтобы именно вот этот рабочий шоу строить. Вот потому что. Да? И они будут это использовать. Это очень круто. То есть, что открыта стратегия для разных типов игроков. И ребята это очень продумывают. Чтобы это было интересно играть и тем, кто способен делать 500 действий в минуту, и тем, кто не способен. Чтобы им тоже было весело играть, и это не смотрелось для них, как странная плохая игра. Вот мы видим зачистку нейтралов. Здесь будет попытка добыть новый ресурс. Здесь нейтралов на вышку агрят. То есть, тоже вот так вот интересно можно добывать, получается, этот ресурс. Но самое интересное начнется сейчас. Вот получается, команда Лёд, синяя команда, она делает новые базы и чистит пока свою часть карты. Особо не смотрит, чем занимаются соперники. И соревновательных режимов будет несколько, смотрите. Будет 2 на 2, 1 на 1 и 3 на 3. И вот основные режимы 2 на 2, 1 на 1. И они там будут баланситься с банами и пиками. То есть, что-то такое будет. Вы сможете забанить, например, определенного чемпиона или еще кого-то, против кого вы не хотите играть. То есть, тут пока точно непонятно. Тут обсуждение будет интересно. И вот с прокси выбегают, посмотрите, выбегают вот такие юниты. Сейчас мы поставим помедленнее. И они бегут, и они сразу бегут, естественно, мешать. Посмотрите, мешать, начать, начинать рабочих резать. Начинать мешать добывать. Кстати, вот как я говорил вначале, да, что есть разные типы добычи. То есть, вы можете ставить новую базу, это раз. А два, вы можете усиливать старую базу, чтобы она больше начинала добывать. Такая вот прикольная история. И там главная база, она сильнее, чем вторые, по-моему, что-то такое. Или как-то так. В общем, там ребята на этом очень много играют. И очень прикольная тоже геймдизайн тема. То есть, вы можете занять новую базу, чтобы с нее начинать собирать ресурсы. Но вы расширяетесь, получается. То есть, вы больше карты начинаете занимать, вам сложнее это защищать. Либо вы можете, опять же, защищаться и с одной базы начать больше ресурсов добывать. То есть, вы как бы в защите играете, но при этом увеличиваете свою экономику. Классная геймдизайн тема. Естественно, все равно выгоднее новые базы ставить. Как вы видите, вот новых баз поставили. А здесь с прокси вот эти ребята набежали. И, получается, стратегия была такая, что человечек с прокси, он имел при этом ресурс на постройку башни. И посмотрите, какая забавная тема. Он с прокси нападает и делает башню, которая уже лупит по вражеской базе. То есть, врагу прям тяжело здесь добывать или что-то делать. У него здесь по три юнита вылазят вот этих, которых идут напрягать. И если бы это была игра в StarCraft какой-нибудь, уже это было бы близко к проигрышу ситуация, когда вас так с прокси дают. Но здесь на самом деле, ну, ничего страшного. Рабочие восстанавливаются, юниты восстанавливаются. То есть, нету моментального проигрыша. И, как вы видите, это вот идет четвертая минута игры. И, то есть, на четвертой минуте игры уже происходят баталии. Уже происходят баталии, уже происходит какой-то мультитаск, уже какая-то движуха идет. И это очень прикольно. И вот как раз таки вот этот третий ресурс, он создан для того, чтобы был какой-то смысл у ребят выходить на карту. То есть, они вот взяли и подумали, окей, какие проблемы, к примеру, есть в StarCraft. Очень простая проблема в том, что, во-первых, тяжело все строить человеком, да, который начинает там, условно говоря, золото, платина. И им тяжело строить, да, так и есть. И они сидят на базе и ничего не делают. То есть, в StarCraft ничего тебя реально физически в игре не толкает выйти на карту и начать что-то делать. Потому что, ну, ты можешь сидеть на базе и, в принципе, развиваться, что-то делать. А здесь тебя будет толкать вот именно наличие вот этого ресурса. И у тебя постоянно будет игра, как вы говорите, выходи, выходи на карту. Там есть ресурсик, у тебя будут суперспособности, обязательно иди собирай. Потому что, если не выйдешь, соперники насобирают его и придут тебя спеллами, уже начнут вот так вот что-то делать, ставить какие-то поля усилений, ну, и, в общем, такая вот прикольная движуха. Видите, динамичная игра, то есть 5 минут 30 секунд проходит, везде идут какие-то баталии. Эти баталии уже на пятой минуте идут на сотке лимита максимального, то есть он есть. Они тут бегают, что-то нажимают, кнопочки делаются. Идут харассы, драки, сражения. Это прикольно, это динамично. И вот мы видим игра 2 на 2. Общая длина игры получилась вот здесь вот, смотрите, где-то 12 минут. Ребята сражаются и вот такие массовые баталии идут уже. Как видите, какие-то здоровенные юниты есть, маленькие юниты есть, саппорт юниты. Идут сражения. Классные штуки еще по управлению я смотрел. То есть они здесь придумали, как сделать так, чтобы юниты бегали вроде бы удобно, отзывчиво, но при этом, чтобы была возможность, чтобы они не собирались в огромную кучу и, естественно, не были уязвимы к АОЕ атакам, к атакам по местности. И они сделали гениально. То есть если у вас, вот, например, юниты здесь выбраны и здесь выбраны, и вы нажмете сюда, они будут бежать в такой же формации, плюс-минус. Но если вы между ними нажмете, они соединятся, вот и все. То есть управлять суперкруто будет, прям не дождусь, на самом деле, попробовать во все это дело поиграть. Вот, ну, в конце концов, красная команда, как я понимаю, в этой игре одерживает победу. Она додавливает команду синих. Вот такая прикольная игра. И, как я говорю, всего 15 минут буквально хватает на то, чтобы сыграть игру. Это круто. Это очень круто, здорово. Ну, то есть, это реально прикольно. То есть вот первая минута, на первой минуте это идет развитие. После первой минуты уже поехали что-то делать. Вот такая игра. Обязательно пишите в комменты, как вам такая игра. Хотите ли вы видеть еще ее на канале. То есть, если хотите, если все прикольно, видосик вам нравится, то мы будем продолжать обозревать вот этот вот YouTube-канал. Ребята, мне сказали, что можешь реально, да, делать кучу видосов. Бери наши видосы, и мы будем обозревать вот этих ребят. Будем их обозревать. Вот, ребята, если все всем понравилось, пишите в комменты, как вам вообще игра. Хотите ли видеть ее еще на канале. Будем ли мы следить за тем, как она развивается, куда она идет. Лично мне интересно. То есть я вижу в этой игре перспективную, интересную игру. И мне интересно узнать, когда она что выйдет. Что вообще от нее ждать, какие будут новые фракции, расы. Вот, жду, жду от вас фидбэка, ребята. То есть, как вам игра, стоит ли продолжать за ней следить. Вот, а с вами был Тед. Надеюсь, всем понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok